Доброго времени суток, уважаемые подписчики, вы на канале Осознание. Мы говорим про ОПК интернет, и да, я сломал свои любимые очки, так что вы будете терпеть мой слепой глаз. Также у меня радостная новость лично для меня, у нас на канале уже 100 человек, так что будем расти дальше. Сегодня мы поговорим про Wi-Fi антенны. Один из подписчиков попросил меня сделать видео на данную тему, так как на ютубе разбора данной темы практически нет. На самом деле ее нету, потому что рассказывать особо нечего. Данное видео будет полезно как людям, занимающимся драйвингом, так и людям, занимающимся аудитом безопасности Wi-Fi сетей, ну и тем, кто просто хочет выбрать Wi-Fi антенну для своего роутера, либо для своего Wi-Fi адаптера, если у вас есть внешняя антенна на нем. Антенны делятся, Wi-Fi антенны делятся в принципе на два типа. Это всенаправленные Wi-Fi антенны и направленные Wi-Fi антенны. Прежде чем рассказывать про всенаправленные Wi-Fi антенны, что могу сказать? Помимо всего прочего, Wi-Fi волна имеет определенную поляризацию. Поляризация бывает вертикальная, горизонтальная, двунаправленная, ну и наклонная я лично с ней не сталкивался. То есть, большая часть Wi-Fi роутеров и точек доступа уличных имеют вертикальную поляризацию волны Wi-Fi. И чтобы у вас лучше всего работал роутер, либо Wi-Fi адаптер, то антенны должны быть расположены вертикально вверх, если адаптер стоит так, ну либо вот так, если он стоит так. На роутере аналогично, все антенны должны быть строго вверх. Если у вас антенны, как на моем роутере, 4 штуки, то там получается поставить 2 вверх и 2 вниз. Ну, можно в принципе использовать вот так вот. Точно так же получаем вертикальную парализацию. Почему я все время говорю парализацию, поляризацию? Относительно всенаправленных Wi-Fi антенн, какой один из важнейших показателей? Это коэффициент усиления. Многие считают, что чем длиннее антенна, тем лучше. Китайцы вам сделают и метровую антенну, но внутри она может иметь коэффициент усиления 3 дебай. Чтобы понять коэффициент усиления, нужно понять, что нас окружает. Вокруг у нас есть объекты, которые могут отражать, поглощать и пропускать волны. Радио волны, так как Wi-Fi это радиосигнал. И коэффициент поглощения, то есть препятствия снижения эффективности Wi-Fi примерно следующий. Сзади камеры находится несущая бетонная стена. Она дает затухание волны примерно в 30 дебай. 20-30 дебай. Вот такая вот стена из кирпича. Но это не совсем кирпич, это блоки. Будет давать затухание в районе 6-10 дебай. Деревянная стена дает затухание в районе 4-6 дебай. И вроде бы обычное стекло, тонкое, дает тоже затухание волны в 3 дебай. Так что самый главный показатель во все направленных Wi-Fi антеннах это коэффициент усиления. А ни в коем случае длина и толщина. Также китайцы могут указать вам, если вы заказываете с Алиэкспресса, могут вам указать, что коэффициент усиления чуть ли не 25 дебай. Верить им нельзя и высчитать без специальных приборов вы это не сможете. Теперь давайте перейдем к направленным Wi-Fi антеннам и поговорим про них. Это так называемая Wi-Fi пушка. Скорее всего вы ее знаете как Wi-Fi пушку Криосана. Хотя Криосан не имеет никакого отношения к разработке данной антенны. Он просто нашел информацию в интернете и снял видеообзор. Расчеты на его канале абсолютно неверные. Особенно в случае последнего видео Wi-Fi ловушки. Когда он нарастил кучу директоров на нее. Получил 20 дисков на антенне. И ни размер этих директоров, ни расстояние между ними не соответствует калькулятору. Антенна это самодельная. Делали ее на заказ. Я оставлю ссылочки под видео на изготовление подобной антенны на калькулятор. Также на то где я ее заказывал. И если кому-то неудобно вырезать круги на другую Wi-Fi антенну. Примерно такого же типа. В принципе это ребристо стержневая антенна. Она же патч-корд. Точнее не патч-корд, а патч Яги. Кто знает что такое Яги антенна, тот понял. Автор идеи и панчинка. Предложил он ее еще в 2007 году на форуме LAN23. Относительно коэффициента усиления данной антенны. Он намного выше, чем у всей направленной антенны. И благодаря тому, что она имеет направленный воздействие, то вы получаете более стабильный сигнал и больший коэффициент усиления. Для сравнения на нее сейчас накручен Wi-Fi адаптер Orient за 500 рублей. Какие показатели он выдает? Со всей направленной антенной 8DBI за 800 рублей. Без увеличения мощности на самом Wi-Fi адаптере я нахожу порядка 30 сетей. Вот на такой антенне я нахожу уже порядка 60 сетей. Если я увеличиваю мощность самого Wi-Fi адаптера, на всенаправленной антенне я получил примерно 53 сети. На направленной Wi-Fi антенне я получаю в районе 90-100 сетей. Также, чем плюс данных Wi-Fi антенн направленных, можно найти в продаже направленные Wi-Fi антенны. Но стоят они диких денег, от 2,5 тысяч рублей до 8 тысяч рублей. И используют их обычно для построения Wi-Fi мостов. Это когда у нас на большом расстоянии расположены точки доступа и антенны направлены друг на друга. Нет препятствий и поэтому Wi-Fi сигнал можно передавать на большое расстояние на несколько километров. Собственно, принцип с обычным Wi-Fi роутером действует точно так же. Вы можете ее, если вам роутер мой не позволяет, если ваш роутер позволяет прикрепить внешнюю антенну, скрутить всенаправленную, можно через провод прикрутить такую и направить туда, где у вас должен быть стабильный Wi-Fi сигнал, место, где вы работаете. Второй вариант, если роутер не позволяет, наоборот, на Wi-Fi адаптере с внешней Wi-Fi антенной вы можете ее направить на расположение роутера. Вы снизите влияние помех, потому что радиопомехи есть на территории всей планеты Земли. И, по-моему, еще уже в нескольких, я даже таких цифр не знаю, километров от Земли, потому что мы флудим и шумим как только можем. Снизим и получим более стабильный сигнал, более мощный, в итоге у нас возрастет скорость. Относительно применения подобных Wi-Fi антенн в случае вар-драйвинга это атаки. Злой двойник DDoS-атаки на Wi-Fi роутеры, Wi-Fi точки доступа, ну и также снятие хэншейков. Дело в том, что направляя все направленные сигналы, он идет во все стороны, получается. То есть он идет и туда, и туда, и туда, и туда. Эффективность ниже. Если же я с такой антенны направлю сигнал прямо на роутер, то эффективность будет больше. Я стабильнее его заглушу. Также на расстоянии я смогу более точно отключить устройство, подключенное к данному роутеру, произвести деаутентификацию. Деаутентификация. Я не люблю иностранные сложные слова. И точно так же при использовании атаки злой двойник, когда один Wi-Fi адаптер глушит сеть жертвы, а второй Wi-Fi адаптер создает точку доступа, многие видеоблогеры молчат об одной такой вещи, что чтобы произвести эффективно данную атаку, вы должны находиться практически за стеной у жертвы, чтобы сигнал вашей точки доступа был такой же, а лучше выше, чем его. Решить это можно направленной Wi-Fi антенной, либо же действительно находиться за стеной. Ну и также повышением мощности на Wi-Fi адаптере. Также есть ARP спуффинг в открытых Wi-Fi сетях. Что это такое? Это когда вы глушите аналогичную открытую Wi-Fi сеть, подделываете MAC адрес и поднимаете свою Wi-Fi сеть, которая имеет более мощный сигнал, чем точка доступа. В итоге все устройства оттуда отключаются и подключаются к вам как к более высокому, более мощному, более высокой, более мощной точке доступа, имеющей тот же MAC адрес. И в итоге люди даже не знают, что они переключились на другую точку доступа. Компьютер считает, что это та же самая точка доступа. И вы уже можете производить ARP спуффинг, мониторинг траффинга, перехват траффинга, перехват сессий, перехват курсов. Относительно поляризации, надо же, я начал выговоривать это слово, на направленных Wi-Fi антенн, так оно из себя представляет. Что оно из себя представляет? Если у вас точка запитки, то есть то, куда подключается гнездо Wi-Fi адаптера, находится сверху, либо снизу, вы получаете вертикальную поляризацию. Если сбоку, то горизонтальную. Но, помимо всего этого, у нас есть точки доступа и адаптеры, которые работают в режиме MIMO. Больше всего они встречаются все-таки в LTE, 4G, 3G и GSM связи, сотовой телефонии. И у них антенны имеют две точки запитки. Одна имеет вертикальную поляризацию, вторая горизонтальную. Я на всякий случай себе взял такую антенну, хотя у меня таких Wi-Fi адаптеров нет. Но, что это дает? В принципе, это дает более стабильный сигнал, как обещает производитель. Но, помимо всего прочего, у вас должно быть не только Wi-Fi роутер, либо устройство, передающее радиоволны, иметь стандарт MIMO, но еще и сам адаптер иметь стандарт MIMO. И то, что у вас на Wi-Fi адаптере имеется две антенны, абсолютно не означает, что вы имеете стандарт MIMO на этом Wi-Fi адаптере. Точно так же, как и на роутере. Много антенн, китайцы могут сделать и 6 антенн, и 8 антенн. Иногда бывает так, что чип поддерживает всего одну антенну, встроенную внутрь, а антенн 6. Вот так вот обманывают китайцы. Относительно количества дисков вот в такой вот самоотдельной антенне. Если увеличить количество дисков, вы не увеличите мощность приема и передачи сигнала. Вы только можете увеличить, точнее, снизить угол направленности этого сигнала и получить более тонкий луч. Но повышать количество дисков больше 11 смысла, в принципе, не имеет. Тестировали люди, не имеют абсолютно. Создавали такие по калькулятору настоящие Wi-Fi базуки на 24 диска, никакого прироста особого нет. Собственно, на этом рассказывать про Wi-Fi антенны больше нечего. Антенна за 800 рублей на 8 DBI все направленные ловит хуже, чем за вот такая вот антенна, которая мне, в принципе, обошлась в 900 рублей, на один коннектор обошлась в 800 рублей. Цены, кстати, могут измениться со временем. И, собственно, лучше заказать вот такую вот антенну. Но, собственно, минусы в том, что она направленная. Ее нужно направлять конкретно на цель. Вы будете этим заморачиваться, разве что где-то на даче, где вам нужно точно выставить, выставить, где у вас находится точка доступа. Также в частном доме это имеет смысл. Ну и при вар-драйвинге это имеет смысл. В случае обычных условий, когда вы в домашних условиях внутри квартиры ловите Wi-Fi, то тут вам заморачиваться особо-то не надо. И достаточно стандартный Wi-Fi антенны, всенаправленный даже в 5 дбай. 8 дбай я брал лично себя для целей как раз-таки вар-драйвинг. Больше про Wi-Fi антенны рассказать нечем. Поэтому информации особо нет. Ссылочки на два калькулятора, которые создают вот такую антенну, так же антенну из квадратов, кому лень вырезать круги. Я оставлю под видео. Также где я заказывал эти антенны, я тоже оставлю ссылочку и на канал, и на группу ВКонтакте под видео. Надеюсь, видео было вам полезно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Мы с вами потестируем данные антенны. Потестируем их и в вар-драйвинге, и в обычном использовании. Я для себя уже так посмотрел. То, что она направленная, позволяет мне ее направлять на разные дома за окнами и получать разные точки доступа. Ну и также нашел уже парочку открытых Wi-Fi сетей. На этом, пожалуй, все. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал. Не забудьте активировать колокольчик, подпишитесь на группу ВКонтакте. Я там оставляю интересные статьи про информационную безопасность и компьютерную грамотность. И говорю я это в каждом видео. Всем пока.